Пришло время пересмотреть кое-что. Загорожены были. Жерди аккуратно, только не ломайте. Это Симаковский пруд, Костровым названный. И оказалось, что просела низко, и весной вода идет через дамбу. Ширина ножа 3 метра 40 сантиметров. А здесь до 2 метров всего доходит. Колышки забитые, думали, что вырастет что-то. Это все вытащить надо, и вон туда дальше забросить. Метра на 2-3. Потому что дальше убрать вот этот шифер. Ох-ох-ох. Вот куда завалился ямка. Там одно дерево. Вот второе. Маленькое третье. Вот ограда. Все было переплетено. И все надо ломать самим. Сделали, чтобы коровы вовсе сюда не залазили. Иначе они ее развалят. Ну тут все ладно было. Надо теперь расширять. И высоту поднимать. Бог в помощь. Выходит 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Около десятка этих пересадить. Я думаю, они легко пересадятся. Вот это все сметет он. И надо убрать. Сергей на машине опять сюда приехал. На солнце тут не будет видно ничего. Пастух подогнал коров. На пилисе стоит с палкой. Никуда их не пускает. И они уже ложатся. Полчаса. Даже 20 минут не пас. Уже все зажал их. И все стоит. Ну что я вас сейчас понужнул отсюда. Вы что же обнаглели-то такой степени-то. Батюшке скажу. Ну главное не потерялись. То есть потворствуют. Вот этой лень и безобразию. Я так понимаю. Пошел, выговорил. Заставил заново пасти. Второй день. Ничего этого нету. Так, туда сетку отнесли, я говорил. Все правильно, ребята, сделали. Сейчас буду копать деревья, пытаться пересадить. 31 июля 2019 года. 5 по 20. Вот 100 килограмм закачивает. Сорвалась. Как готовится, почему так все слабо. И капает, и капает. Приятное утро сегодня, тихое. Как раз то, что нам надо. Сиргей Павлович привозит его. Каждая утро сегодня. Варитя березка. Паткатура обедали. Сейчас оттуда. Паткатура обедали. Сейчас оттуда сделаю. Это все ерунда. Чтобы сейчас оттуда все уделалось. И прольем больше. Кажется, простое дело заправиться. Каждая утро. Каждая утро. Каждая утро. В обед и вечером. Каждая утро. Три раза приезжаю. Для нас это очень большое облегчение. Трактор не гонять. Он здесь же находится. А вам бы через материю сверху не лучше было, чтобы не отрезало. Подставить кусочек материи. И она будет плотной. И эту не обрежет трубку вашу. Маленький просто. Который был у вас там. Бензиновый. Обернуть его раза два вокруг. И она плотнее держит тогда. Более ровная натяжка. Без ровный. Продолжение следует... Не обломите ее, лучше не докрутить чуть-чуть, а то она обычно обламывается прямо в корне. Для укрепления дамбы волной не разбивало. Обломки шифер наложили везде. Вот так проложили. И забили колья, ветлы. И вот они проросли. Но их сейчас мы не тронем. Но они мешают на другой стороне. Но там сухо и проросло очень мало. Ну тут, допустим, в 70 проросло, а там только 10. Ну и тут отсюда начали мы их убирать, пересаживать. Такая тяжелая работа оказалась. Засохшая земля. Да ладно, ломик взяли. Вот топор один я-то подрубил, убрал. Выдерживаю. И вот они вот на этой стороне. Вот они какие проросли. Их надо тоже каким-то образом пересадить. Пока не знаю как. А это вот они. Совершенно нормально. Вот они. Ну и тяжело выбирать. И вот посадили, одну пересадили. Вот эту вот. Вот она. Выкопали ее. Где же мы ее выкопали-то? Где-то здесь вот. Вот выкопали яму. Копали-копали. Тут выкопали ее. Пересадили. Вторая такая же. Вот тоже та же. Копали-копали. Ломиком землю выковыривали. И тоже пересадить. А этот решили подрубить. И вот сейчас здесь ямы копают. Володя, Паченко, Сергей Пупков. А вода-то рядом. Поэтому на лопату селить. Только не наклоняйся, сильно лопату не сломать. У меня был такой работник. Не успел сказать. Говорит, ты только не нажимай на нее. Он хряк готово делать. Ну теперь сабляй. А как? То есть не знает. Готовый черешок. Как? Выруби иди. Деревяшку такую от дерева. Береза или клён. Я когда в Потеряевку приехал, в первый год, что ли, в бачке, там какие-то ямыки я копал. Его лопатой тоже. А она говорит, у меня американская. И только он это сказал, я тут же сломал черенок. Он говорит, 10 лет у меня было-то не сломанный. Тут приехали двое, два брата из Тальминки. Мы дали им железный клин. Ну пальцев два-три толщиной. Кувалду и лом. И они до обеда все сломали. И кувалду, и клин сломали. Клин вообще бульдозером не сломать было. И лом полам, да? И лом сломали. Понимаешь, как вот везде нужна сноровка, закалка, тренировка. Так, ещё у вас нет. Надо скорее пока обрубили тут. А этот выкопали. Вот он лежит под веточками. У него корешков много. Ну ладно. Надо было ножовку взять-то, не взяли? Взяли. Взяли? Да. Да что ж не сказали, то я рублю ветки порчу. Их надо замазать будет. Сейчас пройти и отпилить. А где на машине? В машине, да. А? Да. В машине, машине. Ну всё тогда делайте, вставляйте. Вот два дерева. А я остальные там посмотрю, какие можно отрубить. Без лопаты обойдусь. Всё пока на этом. Интересно, я вижу тина вот здесь вот. Ну как-то сильно похоже на ветки... На иглы, иголки. Клен этого кедра. Длинные такие. Это у кедра такие. И у сосны. Это Симаковский пруд. Потом стали называть его костром. Здесь карась. Сильнейший карась водился. Так-то это же еда для рыбы, да? Всё это еда. Но рыбы-то нету. Вот если приедут, то это почистить. Скажем, давайте чистите здесь. Тренироваться-то они думают. Если они очистят, здесь и колёса железные, тут чё только нету. А там мы остались. Может быть и грабли найдут наши. А все советуют пруд выпустить, а рядом другой выкопайте. На бумажке-то он сидит. И он думает, что всё правильно говорит. А другой зачем выкапывать? А? Другой-то зачем выкапывать рядышком? Ну, для того, чтобы пруд сделать. А это зачем выпускать? Ну, чтобы прочистить. Так потом заново и наполнить. А зачем другой? Так это пока высохнет, всё, а вы другой, говорит, выкопаете. Он на картинке рисует, как сидит. Воду, в воду. Они же говорят, спустите. Вот они сюда посмотрят ямку, а вы почему кедры с Ливана не посадите? Вот они. Глина хорошая, чтобы лепить из неё, но она потом полопается. Слава Богу. Шифер весь прибрать туда, опустить вниз. А потом ножа будет возьмём, он не будет трогать. Столбушки туда, откинуть напротив. Вот здесь, 1 июля, посмотрели. Мы приехали уже на Симаковский круг Кострово. Это там, где поют скотины. Вот поглядя. Деревья, на этой стороне, которые на левой, пересадили. Ветла для укрепления. Так, вот пришёл сейчас туда бульдозер. И вот он. Алексей Лаврентьевич. И вот он. Начинает срезать гребель. Это всё вот когда-то делали, вот эти гребли. Разломал длину. Всё. А это вот кокловарь такой. Там пастушок идёт за лесом. Это лох. А последствия, ну и ватопотопа. Грачей много. Ну там, где мы видим, был сегодняшний лагерь. Ставкин музеем, комплексом для дедных лагерей. Создаёт себе траншею. Создаёт себе траншею. Продолжение следует... Космос! Создаёт себе танк! Четыре. Продолжение следует...